На вокзале, кстати, нет зала ожидания, и на вокзале я стал сразу же через интернет искать варианты, как доехать с помощью того же Бла-Бла-Кара. Я думал так, что доеду машиной из Амстердама в Берлин, а потом пересяду и из Берлина доеду на Варшаву, тоже на автомобиле. Но было все занято, потом я нашел вариант через Франкфурт, тоже по деньгам он был довольно хороший, но я решил рискнуть и попробовать другой вариант, поехать поездом. Из Амстердама в Берлин 1 января билет стоил 116 евро. Это было для меня много. Поэтому я решил попробовать проехать зайцем. От Берлина до Варшавы я договорился насчет Бла-Бла-Кара заранее, но потом парень отвалился, кстати, я очень сильно расстроился, но потом, как оказалось, это все к лучшему. Потому что тот парень написал, что он едет с товарищем, и у товарища ногу подвернул, и они остаются в больнице. Но я опоздал в Берлин, я приехал позже, поэтому это даже и к лучшему было. Я нашел вариант подешевле, как доехать в итоге. В общем, я принял решение рискнуть и проехаться из Амстердама в Берлин на поезде зайца. До этого, перед поездкой, когда я искал транспорт, я читал, что один парень, россиянин, он путешествует по Европе, садясь на поезд, покупая билет до ближайшей станции за несколько евро, но едет до конечной. И кондуктор его не... Короче, он на кондукторов не попадает. Я решил пойти тоже на такую авантюру ради интереса. Может быть, для того, чтобы потом было что рассказывать. И я купил билет. Ну, вот так выглядит платформа. Если у нас, в наших городах, мы на платформу, как правило, спускаемся, в Амстердаме, наоборот, нужно подниматься. Такая интересная особенность. Билеты покупаются через терминалы, но без купюр. Либо за монеты, либо за банковскую карту. Вот почему-то такая особенность. Но при этом этих терминалов там стоит штук 30. Всегда есть какой-то свободный, но терминалы на английском. То есть уже на русском нет. Я купил через терминал билет. Ну, не до ближайшей станции, а до второй, по-моему. Он стоил 10 евро. По поводу покупки билетов в терминалах, именно в Голландии, обратите внимание, особенности такие. Если вы покупаете билет через интернет, то это без комиссии. В терминале комиссия 1 евро. Через кассу, если вы покупаете, уже комиссия 3 евро. Как я уже сказал, терминалы принимают только монеты или карты. И билет действует 14 дней. То есть вы можете купить билет сейчас, но воспользоваться им в течение двух недель. При этом нет привязки к какому-то времени, к дню, к номеру поезда, к номеру вагона и к номеру места. Вы покупаете билет. На этом билете только стоит маршрут. Есть дата покупки и дата, когда билет заканчивает свое действие. И вы можете зайти на любой поезд, который едет по этому маршруту в течение 14 дней. И вам никто никакого кривого слова не скажет. Вот такая интересная система. Я купил этот билет. Это уже не из Амстердама. Это мне пришлось купить билет потом. Когда меня высадили. В общем, мне не повезло. Я попал на контролера, причем дважды. Когда я купил билет, я сел в поезд. Билеты не проверяются. Никто вас не проверяет в Голландии. Вы садитесь в поезд, заходите в любой вагон, садитесь на любое место. Поезд отправляется строго по расписанию. Вот Голландия, Германия, там все минута в минуту. Как в аптеке. Отправляется поезд, едет. И где-то через 50 минут зашел контролер. А я уже свой город проехал, до которого я покупал билет. Он до меня дошел, я показал билет. Он спокойно ответил, что я пропустил станцию, мне нужно выйти и пересесть на поезд в обратном направлении. На ближайшей остановке я просто пересел в другой вагон. Но когда мы снова начали ехать, и туда вошел кондуктор, причем тот же самый. Он понял, что я его обманул. И строгим голосом сказал, чтобы я уже на следующей пересел станции. Ну, вышел из вагона, в общем. Но при этом никаких штрафов, никакой там административной ответственности за это не было. Я уже подумал, что надо выйти. Нехорошо как-то получается. И я вышел вот в этом маленьком городке, который вы видите на билете, Девентер. И там я купил билет уже в Германию. Но не до Берлина, потому что он стоил тоже прилично. А купил до города Аснабрюк за 38 евро. Ну, и я покупал через кассу. И там еще комиссия была плюс 3 евро. Причем кассирша, несмотря на провинциальный городок, тоже говорила по-английски. Международные поезда из Амстердама в Берлин ходили через каждые 2 часа. Вот поэтому с этим проблем не было. Я подождал 2 часа, сел на следующий поезд по этому маршруту. И когда мы приехали в Германию, снова зашел кондуктор где-то через полтора часа. Я показал ему билет. У меня билет снова был уже, ну, мы проехали станцию. Он сказал мне выйти на остановке ближайшей. Я сказал окей, окей. В общем, ну, остановку ближайшую я пропустил, не выходил. Вышел на следующий в Ганновере. Это крупный город. И там было больше шансов в итоге все-таки нормальный транспорт найти. Ну, вот маленькое такое резюме по контролерам. Я уже сказал, что в поезд можно зайти без билета. Проверяя течение часа, это 100%. Надеяться не нужно дальше на проезд зайцем. И никакой ответственности нет. В моем вагоне был парень вообще без билета. Но с ним, конечно, поговорили более жестко. Но просто тоже попросили в итоге выйти. Сайты для покупки билетов. Первый сайт это официальный для Голландии. Второй сайт это официальный для Германии. Железные дороги первой и второй страны. Если знаете английский, ну, в крайнем случае, можно пользоваться встроенным переводчиком Google Chrome. Можете заказывать билеты онлайн, покупать заранее через этот сайт, распечатывать билет на компьютере и иметь его с собой. Этого вполне достаточно. На поезда с дня на день дешевые билеты купить не получится. Нужно только заказывать за 4 месяца. Вот если вы сейчас планируете на майские поехать в Европу, то нужно прямо сейчас и заказывать. Но, если вы сайт включаете на родном языке, голландском либо немецком, именно на этом языке сайт может крутить какие-то акции для местных. Например, в Голландии, на голландском языке, на этом сайте крутилась реклама дешевого маршрута в голландский Диснейленд. На самом деле, это аналог Диснейленда, который находится в каком-то южном городке. Он собой представляет ледяной парк. Так вот, поезд туда и обратно с входным билетом в этот ледяной парк стоил по акции 39 евро. Это очень мало. Что я делал в Ганновере? Там я сначала планировал взять автостоп, но с автостопом у меня ничего не сложилось. В Ганновер я приехал в 5 вечера, 1 января, и я решил переночевать на ЖД вокзале, потому что у меня разряжался телефон. С кольсерферами я не договорился, потому что там 5 часов вечера писать, примите меня в 9 вечера, но это уже было там сверх наглостью. Никто не отозвался согласия. И я нашел бесплатный Wi-Fi. Слава Богу, там был Макдональдс, потому что только в Макдональдсе есть бесплатный Wi-Fi, по крайней мере в Германии, и Макдональдс работает 24 часа. То есть я и успел зарядить телефон, который у меня уже был отключенным, и в течение ночи я искал сайты с автобусами, как же все-таки доехать до Берлина, затратив на меньшее количество денег. Вот такие приключения на свою голову я придумывал. И я по интернету увидел, что оказывается автовокзал находится через дорогу от ЖД вокзала, в котором я сейчас сижу. И за ту ночь, которая у меня была, я нарыл такое количество сайтов с дешевыми автобусами. Первый сайт, это вообще сайт общемировой. Там можно купить билет дешевый, то есть там за 5, за 10, за 20 евро, из одного города в другой по всему миру. Второй сайт, это Berlin & Bus. Там можно купить билет на автобус, если вы едете через Берлин. То есть если это точка конечная, начальная, либо транзитная. Этот сайт специализируется именно на таких билетах. Потом, если вам нужно путешествовать по Германии или в соседние страны, как в моем случае, я рекомендую пользоваться сайтом FlixBus. Очень крутой сайт, именно на нем я и делал бронировку билетов. Если вы хотите путешествовать только по Германии, тогда вам пригодится сайт onebus.de. Там очень комфортный автобус, короче, сделано все как для немцев. Но при этом цена как для людей из бывшего Советского Союза. То есть там все, даже я удивился, что вообще в Германии такое существует. Единственное исключение на том сайте было это Прага. То есть из Берлина можно еще попасть в Прагу с помощью этой компании. Автобусы в Польше я рекомендую покупать на сайте польский бус. То есть вы можете и на немецком сайте, на том же FlixBus купить из Берлина в Варшаву. А можете купить на сайте польский бус, смотря где дешевле, из Варшавы в Берлин. И еще раз сделаю акцент на сайте infobus.eu, который представляет собой целую базу рейсов по Европе. Вот, в Берлине на автовокзале мне, во-первых, не очень сильно помогло еще одно приложение по Берлину. И я с помощью него нашел адрес автовокзала. Почему? Для меня это было важно, потому что мне нужно было проверить автобус, который приходит из Ганновера в Берлин. Он приходит на тот же вокзал, что и автобус из Берлина в Варшаву или нет. Ну как оказалось, да. То есть с этим вообще никаких проблем не возникло. И мне не нужно было путешествовать по Берлину в поисках другого автовокзала. Но очень важно это проверить, когда вы билеты покупаете. Это же для удобства. В Ганновере я переночевал на Макдональдс. Я купил билет в кассе в 7 утра на автовокзале. Причем за 9 евро Ганновер Берлин без комиссии даже в кассе. Цена в 9 евро была на утренние рейсы. В 19 евро на дневные рейсы. И 29 евро на вечерние рейсы по тому же самому маршруту. От времени суток цена изменяется. В Берлин мы доехали где-то к 12 дня на вокзал. Там я тоже в кассе на вокзале купил билет. Вот это мне его распечатали. Это билет от Берлина до Варшавы за 19 евро. Причем абсолютно нормальный автобус, двухэтажный, обычные комфортные сидения, как у современных автобусов. То есть это не какая-то развалюха. Полезные приложения, которые я бы вам рекомендовал. То же самое приложение фирмы Ульман, но уже по Берлину. А для Ганновера вообще есть приложение на русском языке, которое так и называется Ганновер Карта. Там можно посмотреть и карту города, и где находятся заправки, гостиницы, магазины, вокзалы, какие-то другие важные объекты. В общем все необходимое эти приложения вам дадут. И рекомендации по покупке билетов с мобильных телефонов. У меня там были некоторые трудности. Значит рекомендации следующие. Оформление заказа с мобильных приложений может глючить. Поэтому продумайте обязательно запасной вариант заблаговременно. Есть сайты, которые просто отказываются работать через мобильный телефон корректно. Позаботьтесь о роуминге или купите местную сим-карту. Например в Украине банк, через который я покупал, он требует смс-подтверждения. Но у меня не было связи в тот момент. И получается я билет не мог купить через телефон, но слава богу он был в кассе. Но если бы я опоздал, кстати и так произошло в Варшаве. Я получается через телефон начал бронировать билет на автобус Варшава-Ивано-Франковск. Но я не мог принять смс, потому что у меня не работала связь. И когда я приехал 2 января, я из Берлина приехал в полдесятого вечера в Варшаву. Я думал, что я смогу купить билет в кассе в крайнем случае. Но мне не повезло, кассирша сказала, что билеты закончились. Если бы у меня была связь, была сим-карта, либо роуминг работал, я бы без проблем купил бы его через интернет. Но так немножко пришлось понервничать. Но в итоге, как оказалось, в автобусе Варшава-Ивано-Франковск были свободные места и можно было доехать за наличку. За 20 евро по цене за стандартный билет можно было заплатить водителю и доехать. Что в общем-то у меня и получилось. 2 января вечером я из Варшавы уже проезжал границу с Украиной. И в обед я был у себя дома. По поводу рекомендации покупки билетов с мобильных телефонов. Очень важно, что многие банки ставят блокировку платежей, если они происходят из других стран. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваша карта была открыта для транзакций в других странах. Ну и третье, это возьмите с собой на всякий случай какую-то портативную зарядку. То есть неважно, это солнечная, либо электрическая, какой-то аккумулятор. Потому что не всегда розетки могут быть под рукой. Если это речь идет о кафе, то они могут быть заняты. На этом все. Путешествуйте. Продолжение следует...